Вован! Вован! Вовчик, здорово! Косточку держи, друган! Вот, ребята, меня спрашивали, как коптилку Вовчик сделал, мой хороший друг, мы с ним больше 25 лет уже дружим. Вот, Вов, это коптилка, ребята, холодного копчения в основном, конечно, температуру тяжело тут делать, чтобы была она для холодного копчения, но можно и до горячего делать. Ну, показываю, Вов, открой крышку, тазик. Вот у него бочка, обычная стальная, стальная бочка, там опилки, вот у него труба стоит. Вот так это сделано все. Вов, ну-ка, закрой крышку, посмотрим. Чуть не упал, е-мое. Вот, это ты для чего крепить их ложишь? А? Чтоб ветром не сдуло. А, чтоб тебе ветром не сдуло. Хорошо. Вован, куда ты уходишь? Эх ты, Вован! Скажи, а как ты тягу регулируешь здесь? Ведь может же или потухнуть, или жар пойти сильный. А, вот, ребята, видите, вот этой крышкой вот так вот ее отодвигаете, будет сильнее гореть. Чуть ее прикрываете, тяга уменьшается, она и опилки клеивает потихонечку. Процесс весь идет. Вот такая вот руба у него, два метра. Конечно, для холодного копчения лучше пять-шесть, но что есть, то есть. Его все это устраивает. Я сало пробовал, рыбку, да, мне часто угощает. Вот, ну открывай вот это у него. Ребята, вот у него эта бочка вот из-под воды. Конечно, он туда воду не наливает, это просто обычная бочка простая. Можно из-под масла ее обезжирить, протереть, да из-под чего угодно. Вот так она сделана вот. Вот эти палочки ты сейчас выкинул, покажи, для чего они. Ну, ну покажи. Подложи, чтобы сверху была сель. А, вот, ребята, видите, эти палочки ложат, а сверху вот эту же стянку, чтобы здесь было, чтобы воздух выходил. Не надо, чтобы он там стоял под давлением, воздух должен свободно выходить. И вот у него вот эта крышка. Хоть она из-за оцинковки, но ничего страшного, потому что там температура не больше 30 градусов. Поэтому все это пойдет, оцинк разлагается при более высокой температуре. 22-25. Какую вовту ты температуру поддерживаешь? Поддерживаю 22-25. Вот видите, ребят, 22-25. Вот такой вот приборчик есть. А, градусник. Вот у меня есть собака ученая, которая, допустим, 25 подымается. Она меня уже сигнализирует. А, все. Я прихожу, уже прикрываю задвижку. Ну ты свистишь, Вован. Какая это там у тебя собака, блин? Нормальная собака. Нормальная собака. Разведер, его даже не видно. Вот я зашел, а он испугался. Ну-ка покажи охрану. Ребят, коптилка под охраной. Никто не заберет. Ничего, ни соседей, никто. Вов, а вот тут ты сеточки положил. Мне вот интересно. Я-то я этого знаю, а другие-то может быть нет. Вот покажи. Дырочки, допустим, в разном зависимости, чтобы коптить рыбу или, допустим, сало или курицу. И этими могу регулировать, допустим, высоту. А, ты поднятие регулируешь. Да. И там у тебя, получается, три сетки, да, стоят? Да. Могу середнюю вытащить, уже могу и индюка засунуть. Индюка? Нифига себе. Е-мое, ну ты молодец. Не зря Вовка Вова на тебя уважаю. Ну что? А какие ты опилки используешь, Вов? Ольховые. Ольховые. А что еще можно использовать? Ну нет у меня дома ольфи. Яблонь, огрушки. Все хвойные. Вернее, хвойные ни в коем случае. Что? И даже сосну нельзя? Сосну ни в коем случае. Ну все ясненько, ребят. А ты, чтобы дымило сильнее, может туда сахарку добавляешь в опилочке? Сахар не добавляешь, нет? Нет. Молодец. А ты как этим термометром пользуешься? А ну вот, ребят, вот он его сует вот так вот в дырочку. Ну секунд 15. Вот тут показалось значение 22-26 он поддерживает. Ну бывает иногда 30. И вынимает его. Вот сигнализация у меня для чего? Ну так. В течение часа подходит, иногда тыкает, просматривает. Ну он уже прилучился к этому делу. Ну что, давай чего-нибудь закоптим, покажем людям. Чего? Нечего коптить? Ну вот. Ну вот, сейчас вот курочки вот, можете яички закоптим. Ладно, ребят, всем удачи. Делайте коптильную для себя, для дома за копейки из ничего. А то, смотри, тут всякие делают самодельщики. Валят, металл покупают толстостен, он потом нагревается. Ни к чему все это. Вот. Тем более ей пользоваться-то иногда придется. Ну что, Вовчик, давай друган, спасибо тебе. Когда еще рыбку покоптишь, позовешь. Все, ребята, всем пока, всем удачи.